но сейчас мы уже начинаем нашу программу основную программу и полуфиналы и потом уже мы с вами да и начинаем основную программу извините за нас просто был один такой момент полуфиналы беги на 110 метров с барьерами их будет 3 2 победители с каждого забега и два лучших по времени выходят следующий круг финал то есть финал на первом забеге станислав алияр дайрон капитильо куба петр свобода the way из китайской народной республики паула вилар колумбия террин страна ценены штата артур нога и джексон киньоны из испании состав сильный да практически в каждом полуфинале слабых нет другое дело что звезды это вот частности террин страмил не совсем здорово не совсем на сто процентов готовы как обычно то же самое касается и олимпийского чемпиона дайрона роблиса который пока стоит у нас третьем забеге но посмотрим выйдет он а если выйдет как побежит евгений борисов помните вчера в драматической ситуации все-таки он сумел выйти по времени ему повезло в данном случае но тоже везение как мы уже знаем она имеет свои границы и поэтому надо все-таки сейчас показывать высокий результат и сам кстати евгений говорил что он может бежать быстро поэтому нужно конечно улучшать свобода дзивей вилар траммил нога и киньоны ну что ж вилар тут хорошо стартовал пока впереди траммил нога начинает работать и траммил но вот видите слухи о его травме были преждевременны 1324 здорово у травма может быть есть но траммил бежит траммил хорош итак 1324 теренс траммил выходит финал ну а кто был вторым петр свобода да мне кажется что это совершенно точно да действительно петр свобода показавший 1333 всего лишь четыре сотых до личного рекорда ну запишем вот этот результат 1341 до китайца пока дает право там двух добирают даже да добирают 2 значит собственно нога 1343 до 1341 очень близко то есть вот эти два результата пока входят и вот представьте себе если евгений борисов не попадает число двух ему нужно устанавливать личный рекорд личный рекорд напомню борисова 1355 но уровень барьерного бега в мире видите очень высокие не только у звезд как у робблеса но и остальные вот подтягиваются вот 1340 уже не хватает чтобы попасть в финал чемпионата мира ну и поскольку на противоположный прямой от нас в рады 104 и у касьянова 7094 очка то есть 10 очков 10 очков он выигрывает у касьянова но по разоге и на 200 пока сдачи борется за призовое место они асысоев взяв 5 10 перешел на пятое место 6935 очков ну и вот я смотрю он там сейчас стоит на разбеге аппетит что называется приходит во время еды ну естественно ну давайте посмотрим что у нас будет во втором забеге максим линша дмитрий баску франция шидон пен райан брайд твой бывает томас и конечно александр дон джон в адрес которого сейчас масса овации ну и чемпион соединенных штатов 9 пэйн лола джонс как раз склонялась что именно пэйн будет главным фаворитом но она называла 2 пэйна и трамбелла на девушка тоже в общем осторожная грегори седок по 8 дорожки так и в предыдущем забеге только два победителя выйдут финал то есть он тоже немного проигрывает получать сколько сто шестьдесят три очка погорелого ну сто шестьдесят это все это кое-что да такое что хотя конечно бежит он быстро он брайд здорово бежит и выигрывает и и пэйн до 1320 ну что ж пейн был вторым да да видите фавориты почему-то вторым приходит на самом деле здесь но так весьма сложно предсказывать да и сейчас по этим результатам не знаю насчет пейна это еще так вот трамбелл все-таки как-то увесить и не до касьянов пытается прыгнуть 480 уже две попытки а трой поставь трей поставил 455 30 здорово грамотно прыгать я бы сказал говорил его личный рекорд да хорошо обученный человек прыгать очень здорово но здесь райану брайту из барбадоса дали 13 18 и это национальный рекорд на пять сотых он его улучшил дэвид фейн 1324 как и траммелл дуай томас 1337 и вот сейчас два результата которые входят по времени это вот как раз туда томаса 1337 и китайского бареиста дзи вэя 13 41 сотый да уже мимо дык мало того ши дон пен в этом забеге пробежал 13 42 да и но не выпадает все равно да и все равно не попадает сказал я и не попадает все равно ответил мне сергей дело в том что немножко со связью был легкий напряг да тут метать пока не очень понятно то жить пока идет прыжок шестом то это поперек все ну ладно это проблемы через вас не наши да у нас на самом деле много раз уже затягивалась изменялась расписание потому что да ну давайте сейчас все таки вот посмотрим на третий забег и поболеем за евгения борисова болеем обязательно можно сказать изо всех сил он попал ведь забег с дайроном робблесса вот вы видите евгений на второй дорожке но и что шамар санс евгений борисов даниэль киш установивший национальный рекорд 1334 вот у борисова самый слабый результат ну что тут скажешь морису игнул 1348 в этом году 1317 дариен франции 1336 херди шварцер 1339 ну робблесс вы понимаете 1287 1304 вот евгений борис хорошее настроение это всегда приятно ему надо постараться быть не последним в этом забеге вот нет надо постараться попасть финал а как ну как установить личный рекорд мне кажется 13 38 38 пробежать ну 13 40 ладно так уж и быть но давай я согласен нет я старисов тоже согласен тому что надо цель ставить большую по-настоящему ну давайте посмотрим за объекта сильно многоборные чудеса там у нас продолжаются беренбрух да беренбрух берет 480 и побеждает по популярности всех тут пока и переходит на восьмое место это не шутки вот там показывает француз зарьен сейчас не такой же гром овации будет это видите хельги шварцер да стадион то почти заполнен надпись такая хельги нокаутируй да я смотрю стадион полон так некоторые прогалины там где солнце в одна прогалина потому что печет и дайрон роблес рекордсмен мира олимпийский чемпион но как вот он себя чувствует забеге то он был не очень да сергей не ну он объяснил что он все объяснил ну понятно да но что делать соперники в общем не подарок вот такая практика ну вот без фальстарта неплохо взял старт сбивает барьеры где не борисов но хорошо бежит между прочим очень неплохо бежит но и желание что потерпи да нет 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 на пик он на 60 метров но что делать ну как 1340 на 40 пробежал до на времени но не он до по времени не попадет и в гене нет нет все-таки из этого чуть-чуть у специальной выносливости не хватает они работают над этим но видите до конца еще всю дистанцию а может он пробежать в таком высоком темпе ну кому оказывают помощь как вы думаете ну вот вам да может быть не надо было действительно выходе говорил валерий крибович борзов лучше неделю отдыхать чем месяц ну вот что уильям шарман смотрим победил вот неожиданно сюрприз вот вот он здесь сходит после третьего барьера но и вот тут вот кончается запас у борисова британец 13 38 смотрите еще раз вторым бежал все еще второй и вот сразу третий четвертый пятый шестой ну последний барьер его подвел тоже сразу здесь остановился в итоге 13 63 у борисова надянусь Продолжение следует...